Приветствую вас. Вне всякого сомнения ситуация не самая простая, вне всякого сомнения ситуацию нужно разбирать, вне всякого сомнения то, что произошло, это является определенной закономерностью. То есть это не какая-то случайность, которая произошла внезапно, а это именно определенная закономерность, которая, к сожалению, ну, в общем, как и любая, наверное, закономерность имеет какие-то основания под собой, имеет препосылки и так далее. Я думаю, что вам в первую очередь нужно разобраться в цепи, да? Потому что вы говорите про его агрессию, но в то же время не замечаете своей. У вас тоже агрессия достаточно сильная. То есть оба партнера в отношениях не чувствуют себя защищенными, не чувствуют себя комфортно, не чувствуют себя приятно. Да? И вот вам необходимо взять на себя личную ответственность за то, что с вашей именно стороны произошло. В данном случае. Понятно, что за своего мужа, или мужчины, я не очень понял, вам ответственностью, ответственность за разные люди. То, что он сделал, он сделал, это его. Это его мыши, это его проблемы, проблемы, это его трудности. И, ну, вам за это отвечать не нужно. Именно вам за это отвечать не нужно. Но за себя. Именно за себя. за свои действия, за свои решения, которые вы принимали. Можно и нужно отвечать. И если ситуация, например, в примерах. Складывалось так, что мужчина вас не удовлетворял, мужчина вас не устраивал, у вас к нему, по сути, только претензии, то волей-неволей возникает вопрос, зачем вы вообще были с ним. То есть вы говорите, что любите его, и мне хочется вам поверить, мне хочется вам верить, что вы его любите. Но идея здесь также в том, что вы человека, получается, не принимаете, полностью не принимаете его, какие-то вот, может быть, ну, может быть, сложности, да, может быть, проблемы и так далее. А это уже больше, ну, это уже не совсем полюбовь. Это уже больше про требования, в том числе, ну, требования к человеку. Вот. И, наверное, ну, некоторая такая вот, если можно так выразиться, условность восприятия человека. Условность восприятия мужчины. Условность восприятия любимого мужчины, да? У вас эта условность присутствует, а значит, ну, вполне вероятно, что не только о любви можно говорить в данном контексте. Вот. Ну и там еще, ну, о чем-то другом еще можно говорить. О неких вот, так скажем, примеслях. Так, что делать, если мужчина поднял руку? Ну, поскольку это произошло впервые, то он, эм, системы его поведения еще нет, а вот кризис в отношениях между вами, и, эм, кризис, кризис, вот, скорее всего, есть. И, э, на мой взгляд, ну, довольно сильный, довольно серьезный кризис. Поэтому, в первую очередь, в самую первую очередь, э, на что вам нужно обратить внимание, это на, э, вот, именно, именно то, что может не нравиться в отношениях вам, и то, что может не нравиться в отношениях вашему, ну, самое что-то. А, агрессия, вот такая вот вспышка, если угодно, да? Вот, это про, э, это про длительно подавляемые недовольства, это про длительно подавляемые, ну, чувства, про длительно подавляемые эмоции, про длительно подавляемые, вот, вот, про длительно подавляемый негатив, скажем так. Поругались сильно, говорили на повышенных тонах, абсолютно безымзывательно, смотрите. А вы говорите, поругались сильно. Это понятно, что поругались сильно. Но и вы ведь, получается, ругались тоже. То есть вы со двоей стороны. Так же, получается, в насилие склад, конфликт. Это не означает, что ваш мужчина во всех отношениях прав. Нет. Но это означает, что и вы тоже ответственны за ссору, ответственны за конфликт и, ну, внесли какой-то вклад в него. Конфликт, я имею ввиду. Поэтому ваша задача, вот, свою ответственность, в этой ситуации выявить. Ваша задача именно со своей ответственностью в этой ситуации разобраться. Ваша задача, значит, понять, как именно вы поспособствовали к конфликту. Потому что ссоры ответственны оба, партнера. И я понимаю, что вам, может быть, это неприятно, но обвинять одного лишь мужа в том, что произошло, ну, не совсем, на мой взгляд, корректно. Вот. То есть это в какой-то степени ситуацию искажает и в какой-то степени делает, делает ее, ну, не совсем, скажем так, реалистично. Вот. Понимаете, я надеюсь, о чем, о чем идет, ну, о чем я говорю, о чем идет речь. Дальше. Были обвинения в сторону друг друга по поводу того, что не уделяют времени семье. Ну, понимаете, вот, обвинение это про, как раз таки, про принятие. Обвинение это про принятие. Обвинение это именно про, вот, как раз таки, ну, в данном случае, наверное, не принятие своего партнера. Не принятие его ресурсов каких-то, вот. Не принятие того, что он, там, в целом, может вам дать, допустим, да? То есть вот именно, ну, не принятие того, что мужчина, может, мужчина способен, грубо говоря. Это вот именно требование, ваше требование к человеку, это... Ваше желание, это вполне себе такие, ну, естественные желания, конечно, но, тем не менее, то, за что вы перекладываете ответственность на него, на мужа. Вот. Обижаясь на него, при этом, за то, что он, ну, не оправдывает ваши ожидания, не оправдывает то, что... Ну, вот. То, что... То, чего вы от него хотите, грубо говоря. Вот. Это, конечно, все поражает очень сильную напряженность. Это, конечно, поражает очень сильную неестественность в отношениях. Вот. Что и приводит к, ну, к постоянному напряжению, да, к конфликтам, к негативу, опять же. Вот. В итоге это просто вот вливается в такую агрессию. Дальше. Значит. Все время либо работает, либо устал, либо болеет. Лечиться отказывается, никого не сталкиваю по поводу единственного выходного дня. Ни разу за последние полгода точно-точно не было. Вот. Смотрите, здесь идёт вопрос, такой, знаете, вопрос, ну, мотивация, скорее. Да? Вот. То есть это именно то... Ну вопрос, ну вопрос, компьютер, вот. Вопрос того, собственно, attachments, ну, на... в том, чтобы делать что-то для вас, ну, такой мотивации, да, такой мотивации, судя по, допустим, тому, что вот вы, ну, говорите, мотивации у него нет, вот. То есть требования с вашей, с вашей, с вашей страны есть, а мотивации у него нет. И, как бы, я скажу здесь, наверное, не очень приятную для вас вещь, но, тем не менее, достаточно важную, что как замотивировать своего мужчину на то, чтобы он хотел, там, условно говоря, проводить, ну, свое время с вами, вы не знаете. Вот. Ну, и, судя по всему, вы не знаете, опять же, мотивации своего мужчины, ну, вот, действовать так, как он действует. То есть, заботит, ну, себе, себе ущерб и так далее, да, вот. А с другой стороны, с другой стороны, если человек, к примеру, ну, вот, трудоголик, да, вот, если человек трудоголик, допустим, то, в каком случае, это, конечно, зависимость, если человек трудоголик, то это зависимость. И с зависимыми людьми вести себя нужно, конечно, несколько иначе. То есть, с зависимыми людьми себя нужно вести по-другому, уж точно, не так, как ведет себя вы. С зависимыми людьми нужно следовать модели жесткой любви, условия, если это именно что зависимость. То есть, человек не может, там, без работы, ну, грубо говоря, человек не может для того, чтобы, ну, вот, как раз, не быть постоянно уставшим, да, грубо говоря. Вот. И в таком случае это проблема. В таком случае это проблема, в таком случае это зависит. Опять, в таком случае. Вот, в таком случае это зависит. И в таком случае, как бы, тут уже совсем иное поведение с вашей стороны. Ну, как бы, в таком случае вы здесь скорее уже всезависимый партнёр. Вот. Понимаете, да? О чём идёт речь. Дальше. Так, владельщик на работе постоянно обещает, что я не даю ему отдыхать учителю, много работы за это, но нафиг, нафиг, тогда семья. Ну, здесь, мне кажется, очень разные взгляды на семейные отношения у вас в целом, потому что прав и мужчины, вот, и вы правы тоже. Так, как, если у вас, прав, ну, по-своему. Вот. Ну, вот договариваться, как, ну, как, как вот правильно, заметили мои костер-коллеги, договариваться вы не умеете. И выражать, эм, свои, эм, ну, чувства, да, свои вот эмоции, свои переживания в такой вот адекватной, не обвиняющей форме не можете, судя по всему, тоже. Что является, в общем, достаточно, достаточно серьёзной проблемой, потому что семейная жизнь – это компромисс. Я могу сказать, что, эм, мужчина может рассчитывать на то, чтобы иметь возможность с ними отдохнуть, вот. А вы явно чувствуете некоторую вот проблему в том, что, эм, ну, не знаю, что вам не хватает внимания, что вам не хватает, ну, чувства, что вы значимы, может быть, может быть, да. Какая-то вот ваша личная проблема есть. Ну, и понятно, что свою модель семьи вы пытаетесь навязать своему мужчине, вот. Хорошего в этом, ну, для вас хорошего в этом ничего, в принципе, быть не может, потому что, эм, навязывание никому, эм, значит, эм, ну, плюсов, да, ещё не дало. То есть вот вы говорите, нафига тогда семья, да, ну, это вот именно что, непринятие другой позиции, непринятие позиции своего мужчину, которого вы вроде как любите. С ребёнком не играет, не гуляет, а ну, и вообще забыла, когда кто-то приглашает сходить, инициатива только от меня. Ну, и тут опять же, да, либо отсутствие мотивации, либо, либо какие-то плюсы, плюсы от поведения, ну, от собственного поведения человек получает. Эм, к слову, я вышел на работу с трёх месяцев ребёнка. Зачем? Подрабатывал в свободном режиме работы и задрошил себя сама, как бы хоть он ей деньги даёт. А зачем? Так вот, в каком контексте вы это написали, Эльвира? В порыве спора, неожиданно, подлетел, замахнулся на него, ударил, сильно толкнулся так резко, что я отлетел и упал. У меня был шёк, такого никогда не было, пять лет. Вместе у ребёнка общие два года, встала, набрёсал с него била телефоном, кулаками и ногами, самозащита у меня сработала. Страл. Ну, я бы сказал, что вот есть, эм, такое понятие, как, эм, чрезмерная самозащита, здесь очень похоже на чрезменную самозащит. Вот. Я бы сказал, что, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, я не смотрю на истину, но на мой взгляд, это, это именно что вот, такая чрезмерная защита, чрезмерная самозащита. Вот. То, что вы его били с телефоном, ногами и так далее, говорит, говорит, что он не ответил, как бы, это, в общем-то, в определенной степени, степени, говорит, ему плюс, то, что он вам не ответил. Ну, может быть, вы, опять же, так не считаете, вот, право, право, ну, право ваше, эм, так не считать, но, тем не менее, тем не менее. Вот. Дальше. А, значит, сказал много обидного, потом я показал ему ночь, сказал, еще раз он меня тронет, я его убью, ушла к маме, ну, тут вот, агрессия опять. И такое поведение, оно, ну, должно, по идее, иметь определенные корни, корни в вашем прошлом, скорее всего. Вот, потому что, такая реакция является, ну, как бы, как я сказал, да, чрезмерной, вот, и, возможно, это связано с вашим опытом, который вы, ну, до этого уже имели, вот, формой, формой не связано с опытом, который вам до этого был. Вот. Возможно, это связано с чем-то другим, но тем не менее, так? Да. Дальше. Так. Эм. Самые дрожные соседы видел в двух лет. Эм. Эм. Самые дрожные соседы видел в двух лет. Эм. 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 Вот, ну, это да, вот, вас, эээээ, ну, прикиньте ли к, ээ, мужу. Вот. Сейчас вы говорите прям «хочу», вот, эээ, вот, вот, вот. Высказать ему все, что он накипел. Ну, было бы неплохо разобрать здесь, что именно накипело и после того, что было, тогда вы, получается, хотите все равно ему что-то еще высказать. То есть вам недостаточно. У вас обида горит, вот, ну, с обидой, конечно, не мешало, не мешало бы поработать, вот, потому что обида это не то, что может хорошо направить вас обиды, это не то, что может хорошо помочь вам решить проблему. Дальше. Мне так обидно и непонятно, как он так мог, ну, зачем я его могу увидеть, я не понимаю, я его не отрывал, даже не уничтал, ничего такого. Это давление, постоянное, постоянное претензии, постоянное претензии, постоянное давление на прощание, невозможно расслабиться. Агрессия, это как раз таки способ расслабиться. Так, если так ненавидят, зачем живет, нет, вы здесь, на мой взгляд, говорите, опять же язык в мобиле, потому что о ненависти речи не идет. Как бы здесь, ну, не в ненависти дело, здесь дело в том, что человек просто потерял контроль в определенный момент над собой, и сделать то, чего делать, на самом деле, чего делать не здорово, не здорово, конечно, вне всякого сомнения делать этого не здорово, это правда, вот, это реально. Делать этого не здорово, то, что он сделал, но я уверен, что он жалеет об этом, я уверен, что он об этом, что он жалеет об этом, вот. Ну, а ненависти, желт, повторю, а ненависти никто, 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 именно о ненависти никто не говорит, то есть это вы, вот вам, вам кажется, что он вас не видит, но на самом деле нет, нет, ненависти она проявляется немножко в другом, и не так, это скорее такой вот крик души у человека, скорее всего, ну, такое проявление слабости, вот. Да, это уже не обрадовать, но, как бы, причина-следственная связь, мне кажется, нет, но нельзя, вот. Не знаю, я уже сделал вид, да, что причины-следственные связи нет. Дальше. Вот тоже мы на работе, на кофе воспринимаем, но семья причем. Но, опять же, здесь вот вы как-то, как-то обобщенно, точнее, не обобщенно, а обособленно как-то воспринимаете семью. То есть, семья воспринимается людьми по-разному, всеми людьми. Каждым человеком. Понимаете, каждым человеком семья воспринимается очень по-разному. И, вот вашим мужчинам семья воспринимается, ну, вот таким образом. Вашим человеком семья воспринимается таким образом. Вами по-другому. Если вы его любите, вам нужно принять восприятие семьи. 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 Нет, не в плане негатива, не в плане, не в плане, там, агрессии и так далее. Нет. 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 А именно, вот в плане того, как и для чего семья нужна. Ну, по мнению, по мнению человек. Спамненный человек. Вот это, в принципе, но это справедливо. На мой взгляд, грубо говоря. Дальше. Так нельзя, так недопустимо. Согласен. Согласен. Вопрос в том, сделали вы все возможное для того, чтобы этого не было. На мой взгляд, нет. Я реально не знаю, что делать, чтобы что. Любил его очень. Все в шоке, все думают, что ненавижу. Так больная обида. Но с больной обидой можно проработать, конечно. Поражите ее, выразите ее. Вот. В принципе, я думаю, вам полегчает. Я думаю, вам полегчает. И тогда уже вы как-то сможете для себя решить, что вам делать дальше. Вот. Понятно, что пока обида присутствует, да, то сложно что-либо делать. А. Практически. Ну, практически. Практически. Невозможно. Вот. И. От обиды, еще раз повторю. А. Можно освободить. От обиды можно освободить. Вот. Это. Э. Можно и нужно. Сделать. Если. Хотите. Чтобы. Ситуация стала лучше. Если родители хотите, ну грубо говоря, сохранить семью. Вот. И в этом случае необходимо идти на компромисс, он обязательно. Без компромисса, то есть без уступки конфликт решить в принципе не получится. Да, вы можете быть не готовы к компромиссу, можете быть не готовы к уступкам. Вы, скажу сразу, не должны ничего. То есть вы, ну вы не должны, и идти на уступки, если не хотите. Ну вот тогда, в качестве ответственности, в качестве последствий ваших действий будет то, что семья разрушится. Семьи не будет у вас. Так что решать отобрать, решать отобрать свои. Конечно. Дальше. Понимаете, сердцем жду изменений. Мы понимаем, ни разу в жизни первым не изменяется, год-другой страшки, это конец. Ну и надо сказать, что изменения, опять же вы хотите извинений. Вы хотите извинений. Для себя. Вы считаете себя жертвой здесь. Конечно, в какой-то степени. Вы правы. В какой-то степени вы правы. В том числе. Ситуация действительно неприятная. Но вам, как бы, все-таки нужно поработать над собой здесь. В этой ситуации. Вот. Дальше. Хилл Санат. Точно я не пишу. Не пойду говорить и мириться после такого же дела. Не знаю, до тем временем. Если это понятно. Ображать извинения и сразу вещи выложить. Ну и если вы говорите, что он никогда не извинялся, что изменения не так бесполезны. А вы, на мой взгляд, сейчас играете в игру дано. То есть вы сами обозначили свою позицию. Сами сказали, что чего вы делать не будете. Вашу позицию я уважаю. Вот. Но если вы четко знаете, что вы делать не будете. Если вы знаете, что мужчина делать не будет. То, собственно, о чем тогда речь. Да. То есть о чем тогда можно говорить. Если вы знаете, что мужчина такой, да. И все. И что он не изменится. Вот. То есть это опять же мне не совсем понятно. Да. Вопрос к психологу у вас какой. Вот. Я думаю, что вы, говорится, выразить свои чувства, все свои эмоции, которые у вас есть. Успокоиться. Вот. Разобраться в себе это то, что может предложить вам психотерапия. Вот. А дальше уже вы определите в каком направлении хотели бы двигаться дальше, да. И что делать. И в зависимости уже от этого и решите для себя сами. То есть это значит, что вы сами приняли решение. Не что бы вам что-то посоветовал. Это скорее всего вызовет у вас сопротивление. Скорее всего. А именно, что вы сами дошли до какого-то решения. Что вы сами, ну, приняли его что-то. Это было бы правильно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.